итак приветствую друзья и гости канала всем огромный привет и сегодня покажу вам классный домик ну как классный я еще не был внутри честно говорю но я думаю что хороший дом потому что потому что девять соток земли мягко говоря это очень редко да еще и видовое да еще и там частично с ремонтом давайте попробуем все это с вами посмотреть итак находимся мы с вами по дороге в совхоз приморской да да именно так но это все-таки относится у нас горе ахон вот такой домик да кто скажет блин третий этаж есть есть первый этаж на самом деле нет это на второй этаж это третий этаж а еще есть у нас и первый этаж который находится чуть ниже да вид на море конечно вид на море просто обалденный как вы любите я почему себя приехал потому что данная данный дом продается по сути по цене какой-то недорогой квартирки здесь да что-то такое есть для подсобного хозяйства как вы сами понимаете здесь у нас короче здесь мы вообще не нужно открыть никак может и можем а вот все открыли здесь тоже для подсобного хозяйства да кстати здесь почти все остается кроме вот этого велосипеда потому что но велосипед это реально ценное поэтому велосипед не просить ну и давайте все-таки возьмем посмотрим что же себя представляет участок все-таки вы все знаете что в городе сочи всегда горы косогоры но участок я скажу такой интересный да даже розочка да розочка вам нравится и давайте пройдемся посмотрим на по территории я скажу честно я здесь не был блин ну мне прислали пару фотографий искали макс приходи таких домов нет и в целом согласно видно что ландшафтник здесь поработал постарался здесь видно что у нас вот дом довольно интересный красивый и надумали мы продавать по одной простой причине нет надобности вот в этом доме сейчас ну реально нет надобности я от центра сочи доехал сюда за минут наверное 15 не больше но опять же да как бы если мы будем с вами так рассуждать то конечно же я сниму назад дорогу чтобы вас было представление рядышком кстати есть коттедж поселок где черновые дома стоят заметно дороже здесь наверно что-то типа подобного гостевого дома что такое сделано да там гостевая кухня ну и здесь мы с вами тоже можем видеть ничто иное как кладовка для банок склянок кстати давно такую же не видел представляете баночки скляночки все как вы любите да как говорится ладно ладно здесь никакие мелочи не упустить потому что вот макс ты не показал там то еще что-нибудь здесь эти вот есть тоже такая беседка до которой можно там не на этом тусоваться на улице на внизу готовить наверху зашли потусовались но и здесь мы с вами видим тоже очень много деревьев также море сразу видно искали фонтан фонтан фонтанище тоже все это работает но соответственно наверное экономит на содержание и здесь у нас тоже имеется еще кстати вот такой бассейн бассейн отключить поэтому такой грязненький но ничего страшного нет как бы включите бассейн и будет здесь работать будет здесь функционировать ответить здесь какая-то зона такие деревья красивые ну в целом хорошо учитывать цену там да как бы я считаю что все даже совсем даже неплохо соответственно здесь у нас есть такая беседка такое клубное место сейчас бузов посмотрел видео хочу сюда с подружкой собчак здесь конечно же у нас что-то соседская нифига себе сказал я себе но вот здесь почему-то вот у нас можно пройти только не знаю куда можно пройти ну да ладно а здесь у нас еще оказывается и улья стоят улья тоже где-то в подарок и все и посмотрите да тут деревья фруктовые действительно настоящий полноценный сад они топор дух который сейчас чаще всего можем увидеть в сочи да там какие-то полу такие там туи там кипариса здесь фруктовые деревья все здесь растет и хурма это маленькая штучка забыл как она называется вон она да абсолютно двигатель все растет статьи и прям срывают и едят попробуем ну-ка давайте попробуем раз-два-три вкусно 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 не ну в целом хорошо сон приятно приятная штука нога кстати тут полезная по вкусу смесь апельсина с непонятно с чем может быть с мандарином может с лимоном такая большая пальма ну и в общем вот так мы с вами все здесь видим входная группа тоже есть вторая и вот здесь тоже у нас много чего есть интересного а вот здесь нас краса растут мандарины смотрите да слушай ну хорошо да когда все это есть да действительно вот похож на дом именно тому человеку который хочет вот не за этом хочет свой сад хочет за всем этим ухаживать кому нужна банька ну нужно же кому-то банька да нужно вот на та самая печка дровяная нил здесь тоже мы с вами видим он мандарины представляете себе жесть до мандарины здесь такая беседочка с прекрасным видом вот тоже кстати да все сделано с умом у класс это сделано классно обалденно сделано до яиц шикарный ну и здесь мы наверное дать пойдем с вами ту самую баньку наверно скорее всего а вот здесь запах какой-то липа там хорошо там здесь нас скорее все помывочная на вот с этой стороны здесь у нас санузел имеется слушать у банка большая я просто сейчас на секундочку ухожу в сильные люди и там больше трех человек не помещается здесь реально всей компании может затусить да и представить состояние довольно-таки хорошее да слушай здесь и париться можно и парить и жарить кого-нибудь ну слушай классно ну реально и прям какой запах знаете такой запах который должен быть слушай ну классно однозначно баня зачет небо в принципе бани хватило больше ничего не нужно если вдруг приехали ваши друзья которые любят немножечко забухать ну бываешь такой да там как бы давно 1 раз да и выпили бывает такое и он может не так понимаю забраться сюда наверх и вот здесь за ночевать почему не сделали мансардные окна никому не понятно но эту комнату можно у нас облагородить будет возможность выйти на балкон посмотреть ну либо знаете если вот здесь сделать извиняюсь стеклянную дверь то тоже в принципе будет хватать того самого естественно освещение единственное что вот здесь жарко будет трубы да это как бы трубу как бы лучше бы взять и как-то упаковать но факт остается фактом здесь можно кого-то заселить кто не состоянии дойти до своего прекрасного места откуда он приехал слушай настолько зелени прямо мне прям претность датовать светильнички до везде все красиво все приглашать и здесь мандарины у нас растут обалдеть да их даже никто не собирает потому что дарникам не нужны просто просто дайте как бы начать мандарины на что были чтобы как говорится было понимаете чтобы что было ну что давайте смотреть у них и для себя так сначала здесь посмотрим здесь тоже посовете да тоже сделал да хорошо хочется до с утра проснуться следует поглазеть а вечером вечером просто хочется разжечь камин на улице да благо у нас сегодня 23 января погода хорошая комфортная рога те еще блин рога орга туленьки первый этаж если мы с вами будем его анализировать и будем с вами критиковать том числе ливневка сделано да вот пальмы до упаковали чтобы они там не замерзли киды не финик жука майским слушать ну класса сад вот сад действительно огонь и огонь просто знаете потихонечку с вами все-таки зайдем в эту часть я так думаю здесь вход отдельный и будем изучать не знаю наверное здесь наверное лучше босиком а может не босиком как лучше сделать давайте наверное все таки я же культурный давайте все таки мы с вами разуемся серьезно до разуться более носки черные значит так унитаз там улочная большая гардеробная здесь соответственно зона скорее всего отдыха здесь может быть что-то сделано подобное для гостей гостевая такая комната высота потолков 3 метра вот здесь мы с вами видим тоже много интересной мебели здесь реально такое ощущение самое гостеприимное на свете да ну а что и приехали в гости в сочи спокойно и вот так могут спокойно остановиться правильно же что выкабучиваться что вы еживаться там буквы спать здесь можно спокойно потусоваться занимается боксом это уже хорошо здесь имеется санузел обалдеть еще еще и лифт в доме я много чего в жизни встречал таких извращений я не бывал кстати здесь еще одно нас за бильярдный стол я думаю что наверху на всякий случай сейчас наденем тапочки здесь мощный котел стоит вся инженерка бильярда может бильярд нужно в теннис поиграть пыль то много ну и здесь еще одна комната еще ну да ладно ну да ладно кресло хоть интересно да все конечно надо ремонт может под себя подделать тут даже и разговоров не может быть ремонт под себя в любом случае всегда делается давайте-ка мы найдем какие-нибудь тапки о все тапки я нашел будем ходить в тапках потому что я чувствую что наверное у нас это будет за сюрпризы кстати свет не включаю везде в принципе освещения хватает по большому счету в доме есть лифт конечно страшно за застрять давать поднимемся на второй этаж ну интересно же мне тоже интересно вам интересно всем интересно лифт бесшумный все мы с вами поднялись на основной хозяйский этаж соответственно здесь мы с вами видим кухню стол такая большая гостиная прям реально большая гостиная еще один стол но как откроем вот эту часть что могли посмотреть вид зачет зачет однозначно ну и для кухни приходом в столовую гостиную вполне себе все интересно сделано все здесь понятно давайте смотреть следующего здесь у нас такая зона где может подождать свежим воздухом и вот здесь у нас есть спальня душевая но цены стороны я думаю санузел здесь уже инсталляция ну в целом хорошо само собой человек который купит он будет переделать все под себя ребят туда же разговоров не может быть но в целом хорошо только вот я не понимаю логику зачем ходить здесь тоже такая же концепция все одинаково здесь видите что-то мы решили переделывать не понимаю как бы смысл ходить спальне через балкон реально в тапочках везде ходить ведь не зря тапочки одел значит говорится максим что-то знает ну и здесь мы с вами тоже сейчас попробуем сейчас зайти да здесь у нас соответственно может сервером подъезжать здесь у нас парковка с видом на море и вот так например мы сюда приехали в свой гараж сюда зашли спокойно и началось вот одна спальня при спальнях одинаково конечно идеальный вариант это вот все дома довести использовать как гостевой дом ну серьезно потому что там же у нас душевая кабина там на санузел и таких получается здесь спальню как минимум три нижняя часть именно для гостей верхняя часть непонятно для хого да здесь нас лифт еще здесь у нас такие гардеробные а здесь еще не заложил интересно а вот у нас стоит этот матюгальник поэтому да когда передвигаешься я думаю с другой стороны лестница все равно должна быть хотя бы на первый этаж можно попасть без участия получается с улицы можно пройти если вдруг свет включили на второй этаж где мы сейчас были тоже можно пройти получать третий этаж и третий этаж получается можно зайти со стороны улицы да это факт здесь у нас воду целую кучу вещей это гардеробная соответственно вот на та самая входная группа где можно спокойно подняться с улицы в целом да как бы просто лестнице сделали не внутри а сделали снаружи соответственно здесь у нас вот такие гардеробные одна гардеробная тут сейчас посмотрел на меня и заплакал как максимум как так у меня спальня такая же в квартире здесь соответственно спальня здесь еще одна спальня он еще для себя большая это спальня до для семейных вид на море с окошечком все как вы любите идем дальше здесь санузел опаньки и теперь с этой стороны у нас еще одна спальня здесь еще одна спальня вот здесь выход на балкон такой вид вид в том числе и на свой сад с деревья на море но вид огонь здесь здесь спальня тоже с окном в европу спальня прям большая и получается на каждый этаж есть отдельный отдельный вход ну и изюминка конечно же это у нас еще один бильярд такая большая бильярдная с потрясающим видом как говорится все как вы любите ну и вид отсюда тоже соответствующий ну классно прям хорошо вот вам и 20 минут пробежка по дому ну давайте посмотрим все таки просто самому стало интересно состояние ну ни фига себе посмотрите да все в идеальном состоянии ну 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 хорошо прям все красиво сделано интересно конечно такой дом можно использовать как под аренду так можно использовать для себя любимого ну наверно один из основных плюсов именно этого дома что можно его в принципе взять если лифт отключить можно его взять и немножко распланировать так скажем сколько таких кондиционеров поэтому здесь нигде жарко не будет опять же хороший большой лифт давайте еще раз на второй этаж спустимся по идее вот брать и переделать под гостевой дом я думаю это самым тематом ну опять же легко тоже если например купить и продавать его отдельно как те же самые апартаменты или те же самые жилые помещения ну вот например хозяйский этаж ну опять же да есть вопросы к хозяйскому этажу как так то да все сделано что в спальне нужно добираться через коридор ну с другой стороны здесь можно просто засеклить сделать окна в пол и в принципе ничего такого смертельного не будет но свой сад это огонь здесь вот 9 соток и действительно здесь эти 9 соток чувствую даже такое ощущение как будто здесь даже 9 соток а гораздо больше потому что в целом ну не знаю там мне кажется что как такое ощущение как будто реально больше да ремонт можно подделать для себя может ремонт и морально устарел но видно что заморачивались жестко даже эти окна они нифига они не пластиковые они деревянные просто деревянные евро окна да да ребят именно деревянные евро окна посмотрите да не рассыхаются ничего такие окна примерно в пять в шесть раз дороже стоят алюминиевых ой это пластиковых окон и примерно вот примерно в три раза стоят дороже самых лучших алюминиевых окон потому что дерево оно всегда в почете даже те самые двери которые здесь да посмотрите да особенность дверей они не поведенные ничего ну это хорошие качественные двери именно евро двери ну и конечно на каждый этаж можно заходить отдельно минуя минуя всю эту полосу препятствий ну вот как бы так теперь конечно же настало время давайте итог сколько же стоит данный дом сколько стоит на ваше предположение как вы думаете сколько стоит хотя как бы дом считается что он стоит по цене реально ниже рынка локация огонь я даже не знаю какой мне этаж больше нравится вот что мне нравится даже больше даже не могу сориентироваться но факт остается фактом можно много чего здесь интересного замутить кстати да все в отличном состоянии конечно для того чтобы там все заснять нужно было там здесь вызвать клининговую компанию прям взять заморочиться и так далее но я думаю здесь люди все что хотели увидеть а не увидели так далее даже вот элементарно да двери знаете какие тяжелые даже представить не можете двери реально противотанковые они вроде кажется тонкие но они прям тяжелые прям реально тяжелые в целом интересно тот самый случай когда ты можешь взять потихонечку и начинать делать тот самый ремонт под себя ну и опять же да вопрос в цене да сколько же стоит данный дом 500 квадратных метров со всеми коммуникациями с полной суммы в договоре с потрясающими видовыми характеристиками с ремонтом да вот здесь может быть что-то надо там взять и довезти до ума соответственно данный домик стоит всего лишь 112 миллионов рублей дорого нет это слово совсем если честно когда я ехал сюда думаю дорого сейчас посмотрел нет да может быть здесь что-то морально уставшее но локация обалденная представляете гаражи есть все что нужно все есть ну реально очень круто поэтому думайте сами решайте сами на этом с вами прощаюсь всем добра и пока 112 миллионов пока